7 июня 2021 года наши дети взяли с собой нас путешествие в корнелл мы сели им на хвост так как они ехали на машине и нам очень повезло во время поездки решили остановиться на 2-3 часа в городе эксетер неожиданно конечно для меня во всяком случае но да ладно хорошо все первое что я увидел это развалины древней богадельни на этом месте были раскупаны еще вещички древней римской империи потом построили здесь богадельню какую-то и в конце концов ее разбомбили в 1942 году стены построены из песчаника но в общем-то в средние века строились того чего было под ногами еще раньше все форты и дома первые строили дерево так как дерево было навалом в англии но после этого уже даже в средние века побрили и особенно когда касалось строительство кораблей востребован был лес так вот плакат который я сейчас увидела из песчаника говорит об этих раскопках ну что сели перекусить немножко отдохнуть а я сразу же побежал смотреть что тут интересного есть вот проходит какой интересный средневековый надо голову склонять что пройти плакат призывающий походить по средневековым местам мы конечно с удовольствием но время в общем-то ограничено тут какие-то бураки растут и другие цветочки но приятное местечко ну что перекусили пошли прогуляться по городу город эксетер это столица графства девом эксетер находится на реке экс довольно-таки странно для современного английского языка название но это происходит еще из древних бритских языков и англосаксонских в общем древнего английского так как река экс переводе древне английского обозначает вода либо вода в которой много рыбы не трезвые люди орут поразило меня наличие людей без определенного места жительства которые орали везде также во многих переулочках закрытых можно было наблюдать наблюдать картину где они пьют различный алкоголь вообще город чистенький с красивыми давать домами но почему-то бомжей достаточно много может быть у них какой-то симпозиум здесь собрание неочередное не знаю памятник ричарду хукеру английскому богослову который жил в средние века ну и сам собор конечно датируется его начало строительства в 1050 году но может быть и раньше для что-то было но в основном что мы видим по готике начали строить это в 12 веке да он до сих пор продолжает строится из если видно то новые скульптуры новые стены некоторых местах порталы готический собор с контр-арками контр-арки нужны были для того чтобы соборы не не разрушились то есть стены не упали во внешнюю сторону контр-арки интересно выстрижены газоны какими-то лабиринтами здесь эти контр-арки чтобы не вывалили этот уже котик от 1000 1 вот как раз то привелись вот здесь окна где можно привлекла к себе внимание улица еще до гражданской войны кроме льда с карлом первым на ней я увидел интересные ворота видимо средневековые то есть и много лет где-то 500 600 не меньше чудесная резьба заклепанная древними гвоздями вообще в стариной да и сейчас любой кузнец вернее кто приходил к нему учиться ученик кузнеца начинал с того что ему нужно было наковать гвоздей я не знаю сколько тысяч гвоздей он делал в это время но это первое задание было для того чтобы стать кузнецом вот как раз здесь эти гвозди присутствуют на этой двери так же как и чудесная эта резьба чудесная резьба по дереву средневековая красота к сожалению собор мы не зашли времени было мало хотя это один из самых красивых соборов в англии огороженный дуб почему-то чтобы не лазили что ли 7 июня 2021 года с фронтальной стороны собора открывается вид с чудесными статуями видно королей святых ну и дальше там по списку всех остальных многие конечно скульптуры в нижнем ярусе так и стерлись от времени от дождей ветров и от людских прикосновений возможно что уже ничего не понять что изначально там было собор был закрыт потому что это проклятым пандемия пандемии наверно пройдет но бизнес который делает на пандемии так быстро не закончится а а а а а Ну что ж, пробежимся еще по городку. Как говорится, галопом по Англии. Вообще-то чистый городок. Но наличие все-таки людей неопределенного места жительства в разорванных штанах, я видел там, меня, конечно, это удивило. Возможно, точно у них какой-то симпозиум здесь или сходка в этом городе, я не знаю. Но их достаточно много. Где-то в переулочках они попивают алкоголь с тоцкливыми лицами. Проходя дальше, мы заметили интересный магазин. Со старыми швейными машинками для обуви. Хочу напомнить, что первые швейные машинки появились для шитья обуви. И где-то это было в первой половине 19 века. А уже потом изобрели машинки для шитья одежды. Какие старые. Какие? Ручной обуви, по-моему. Это вот машинка, кстати, для шитья обуви. Вообще, первые швейные машины у меня начались как раз уже после наполеоновских войн. И они, видишь, зинкер. И, кстати, рамтовый способ обработки. Для того, чтобы вначале эти ботинки сшили. Рамтовый способ обработки, они самые как бы прочные. Натурально сложные. Отец, вы сколько тут стоите? Не знаю. Вон 123 за какие-то шиолетовые ботиночки. 123 английских рубцов. Речка какая-то маленькая. Речка, говнотечка по городу течет. Да, там мостик. А там палатка бомжатская стоит. Вообще, бомжатский город. Вообще, бомжи и в ужасе. Бомжатский городок. А видел, проходит там. Просто себя любое. Алкоголю пьют. Развалины старого средневекового моста. Где-то 12 век. На нем когда-то стояли дома, торговали чем-то. Потом русло реки изменили. Сейчас там живут люди без определенного места жительства. Потому что очень много палаток. Остатки средневекового моста. Видимо, река изменила русло как-то. На этом мосту стояли дома какие-то. А сейчас бомжи под мостом живут. Экстра, экстра. Переход раздевалка. Мне напомнил, это переход раздевалка в Риге. Почему так назвали? Потому что в этом переходе любят раздевать людей. Но очень похож. Вот и речка. Как речка? Экс. Речка тоже Экс? Экс. А? Да. А город Экстер? На речке Экс. Эксетер. Эксетер. Город Эксетер на речке Экс. Интересно. Названия какие-то древние мыцы. Саксонские. Саксоны. Мяглы. А гуси здесь отпитанные какие. Обалдеть, какие отпитанные. Откормленные. Даже с бородой. Гусь с бородой. Смотри, какой гусь. Белесть. Да, какие-то птицы бакландские. Не чайки. Нет, это чайки. С черными крыльями сверху. Интересно. Ох, арнитулоки. Ну да, такие же как ботаники. Там мостик впереди пешеходный. Как же все засрано, а? Птицы, это бич. Послеобеденный сон. Вот казарки эти. Цезарки. Казарки. Разговорчивые. Вообще-то сейчас. Вот пешеходный мостик. Питейное заведение имени Самуэля Джонсона, который первый в Англии создал толковый словарь на английском языке. Глубина речки 4 метра. Вот это просто нет. Диквариатный магазин. Вот, видимо, здание таможня. Или еще чего-то, я не помню. Не посмотрел. Обратил внимание на себя больше на корабельные пушки. Табличка, чтобы не пили алкоголь и не орали на улице. Старые и новые видеокамеры на старом здании портят вид вообще-то. Ну, что делать? Необходимость времени. Ну, вот старенькие здания, сувенирные магазины. Ну, конечно, как же не купить магнитик? Мы в каждом городе, где бываем, покупаем магнитик. Правда, этих магнитиков уже клеить некуда на холодильник. Есть только на дно и на заднюю стенку. Ну, и на крышу, наверное. А так все бока обклеены. Привлекло меня внимание полотенце, которое продавалось в сувенирном магазине, на котором написаны слова на девонском языке, как бы, или на речи. Вообще, этот язык уже исчез 200 лет назад, но сейчас его пытаются реанимировать. Девонский диалект. Ну, и летающие купальщицы. в конце видео этого. Продолжение следует. Всем пока.